Тяжелая игра, безусловно, погода наложила отпечаток на действия футболистов, на скорости, которые были продемонстрированы сегодня. Но, тем не менее, я думаю, что игра держала в напряжении, для меня так точно она держала в напряжении до последней минуты. Любой из команд было бы крайне обидно сегодня проиграть. И да, при счете 0-0 все-таки больше позиционное преимущество имел Шахтер, при счете 1-0 оно уже перешло к нам. И потом, когда мы сравняли счет, все-таки Шахтер уже играл больше с позиции фаворита и где-то имел позиционное преимущество. Тем не менее, это не мешало нам выбегать в контратаке и иметь хорошие моменты. Это тот момент, который у нас был на оси второй, по-моему, минутины. После такого момента я могу только сожалеть об упущенной победе. Но я считаю, что вот эту двухнедельную паузу уже пора выкинуть из головы и дальше идти с той точки зрения, что не было этой паузы, что все у нас хорошо и мы готовы хорошо. Прежде всего, собственная голова мешает иногда. Если нам и нужно усиление, то не количественное, а только качественное и точечное усиление. Если мы найдем футболиста, который реально способен нас усилить качественно, то мы, безусловно, его возьмем и будем дальше двигаться с ним. А так, у нас хорошая обойма футболистов. И когда все здоровы, есть проблема выбора. Да, есть позиции, которые хотелось бы укрепить. Потеря опять очков, уже третий тур, никак не можем не выиграть. Три ничьи. Это жизнь. Обидно, досадно, но что. Я думаю, по игре ничья, потому что, как были моменты еще у Минска, точно так же были у нас. Поэтому сказать, что мы должны были выигрывать, у меня язык не поворачивается. Надо было забили мяч, спокойно играйте, контролируйте мяч, ловите на контратаках и весь футбол. А мы куда-то бежали, непонятно куда, по этой погоде тем более. Поэтому и пропустили. У нас пропускали сегодня Юра Кендер, Зоке, понятно. Поэтому есть эти потери, вы же видите. Меня порадовало, как вышел сегодня Лицкевич, допустим. На вот эти моменты больше радуют, что есть, в принципе, хорошая молодежь, которые, если доверять, в будущем могут помочь клубу. Первые 15-20 минут мы сбились на длинную передачу почему-то. Вот это я не могу понять. Хотя мы вообще не собирались так играть. А потом положили мяч вниз, тогда и моменты пошли. И контроль пошел, и все пошло. Во втором тайме вот эти проникающие между линией обороны и двумя опорными, там в этой зоне, когда встречались с мячом Виталий Клисакович и Водул, сразу возникали опасные моменты. Поэтому я думаю, что, не знаю, может быть от того, что солнце все-таки жарковато в это время, но жарковато для обоих команд. На кого-то в солнце влияет, на кого-то может наоборот нормально переносить. Субтитры создавал DimaTorzok